Что, девочки, зашла в магазин «Вершина», иду с работы, получила посылку-подарок, и выиграла в конкурсе, вот она, с Украины. Так, это я купила Брюсу, чай взяла, Эрл Грей, по-моему, это с бергамотом. Вот, лесной бальзам, для восприятия с шалфеем, и алоэ вера, такую шоколадку ни разу не пробовала, пипец, написано «Порисный шоколад с фундуком», очень хочется попробовать. Так себе сейчас чай взяла пиццу, на самом деле это я брала на обед, я работаю рядом с домом, работаю рядом с магазином, я брала на обед, но не съела. И вот водичка, питьевая вода, премиум класса, это я вот тоже взяла себе попить. Вот, так, сейчас откроем, здесь должен быть парфюм. Вот так все у нас еще завернуто, на самом деле, здесь как-то так дырка была, вот это вот не было заклеено, а просто было вот так завернуто. И вот, упакована. Такая красивая, я не знаю, открыточка, или что это. Очень красиво, очень красиво, привет, из Киева, поздравляю, желаю, желаю с победой, удачи всегда и во всем. Сергей, здорово, посмотрите как, класс, очень приятно, спасибо, очень красиво. Так, это ифраше, то ли туалетная вода, то ли парфюм, нет, написано парфюм, 50 миллилитров. Вот, 50 миллилитров. Я давно хотела попробовать парфюмы этой фирмы. Я пробовала гель, такие крема, там такие бюджетные, да, такие, хотя там вообще не очень бюджетная компания, но она мне очень нравится. Так что я очень была рада, потому что я очень хочу попробовать парфюмы от ифраше. Так что сейчас мы его откроем, я побрызгаю. Нет, все-таки вот как французы классно делают ароматы. Сразу вот, я брызгнула и сразу поняла, что это Франция. Очень вкусно. Сейчас спирт уйдет, очень вкусно. Там, по-моему, есть больше объем. Да, вот этой вот парфюмки. Ну, для первого раза 50 миллилитров это просто замечательно. Ой, вкусный какой. Классный. Спасибо огромное. Очень приятно. Вот. Ну да, такой классный. Спасибо огромное. Ссылочку на канал парня я оставлю. Зовут Сергей. Ну, в общем-то, многие на него подписаны. Я в любом случае оставлю, потому что спасибо за такой подарок. О, какой вкусный парфюм. Класс. Тут не написано, видите, я тут на французском. Роза что-то, дома, сцена. На русском нету. Ну, в общем-то, на сайте у них. Поставила курочку только-только. Конечно, все расписано. Поставила. Это домашняя курочка. Нам привезли ее родители с Карачаева, Черкесия. Где-то они покупали. Мимо кого-то, видимо, села проезжали. Ездили они в Донбай. И вот. Купили. Сейчас к нам гости должны прийти. У меня ни майонеза, сметана пропала. Ничего нету. Ни приправ, ничего нет. Я вот. Яблоки. Яблоко засунула с мандарином вовнутрь. Вообще, ну, так. Стандартная такая будет. Плюс там паприка, орегано. Базилик у меня был. Соль. Не стала соем соусом поливать. Вот. Салат сделала. Вот, сделала винегрет. Видно, в холодильнике. Так что будем встречать гостей. Спрашивали у меня по поводу вот этой, как сказать, то, что здесь дырка, да, нету, в общем, окантовки, палки, как ее там назвать. Ну, в общем, да. Если бы вы не спросили, мы, если честно, уже забыли даже, что ее тут нету. Я вот вспомнила, да, нужно заказывать, конечно. Нужно заказывать. Все, будем. Ну, а что, быстро-быстро курицу легче всего как бы поставить. Что, зато все наедятся мясо как-никак. Ой. Ну, как, в смысле, необычный, в смысле, не успеваю я. Вот, когда бывает. Вот, бывает. Когда работаю, не успеваю. Ну, вот. Все, брать. Я не знаю, у кого как, но это просто что-то с чем-то. Все накладывается, накладывается. Муж берет постоянно новую кружку. Они пользуются, да, одной. Постоянно новую. Все, новые тарелки. Все это наставляется. Вот семечки нагрызли, друзья. Проходили, вчера сидели. Видео смотрели. Они ездили в Париж, по-моему. Не по-моему, в смысле, а да. В Франции. Показывали из-за башни. Но, тоже очень хочу ее посмотреть. Вообще, очень люблю французский язык. Господи-то, что тут было. Вот так вот. У меня частенько бывает. Я не успеваю, потому что рано утром на работу. Вот сейчас пришла выбираться, готовить, кушать. Вот такой срачельник. Помыла зеркало. Вот. Обычно у меня спрашивают, конечно, много про такие видео. Ну, мне они самотошки, в принципе, импонируют. Обычно, когда я убираюсь, это когда уборка, это готовка, это... Это... Смотри, что происходит здесь. Что ты творишь? Куда ты пошел? Можно узнать, куда ты намылился? Далеко ли, а? Брюс? Как же так? Так. Ничего не устанавливала. Обычно, когда я что-нибудь делаю, а сильное, мощное, заворомощное, уборка. Потому что сейчас будет стирка, все-все-все. Ну, вечером. Знаете, как говорят, у вас тоже это выходное считается? Это когда вы убираетесь в доме, делаете генеральную уборку. Да, у женщины, наверное, так. В общем, и вот в этот момент я обычно делаю маски на волосы. Но сегодня делать я не буду, так как недавно я делала. Вот просто я сейчас нанесу крем. Вот на шее мне вот этот крем очень нравится. Как его так показать там? Вот. Вот так вот лучше. Вот этот крем. Чистой линии. Видите, у нас такие пятна вот остались. Они как внутри, что ли. Я не знаю, я их отмыть не могу. Они как внутри зеркала, блин. Вот портится. Портится, портится. Умный крем. Пробовала брать его, брала на лицо. Покупала. Но на лицо мне не понравилось. Очень жирновато. Или впитывается. И я его на шее опустила. Но здесь вот и написано, на шее можно. На шее очень классно. Потом под глаза вот этот нанесу, наверное. Потом все, вот это заканчивается. Все, это уже в пустые баночки отправляется. Тоже для зоны декольте и для шеи от Эйвен. И вот на лицо, наверное, вот этот нанесу крем. Можно, конечно, нанести и масло. Алоэ Вера. С которой я привезла с Египта, девочки. Но оно мне не понравилось. Вот. Либо вот этот крем нанести. Куда? Куда ты пошел? Брюс? Эй! Да. Ну вот. Но он, конечно, вообще не для этих дел. Раковин тоже сейчас все мыть надо. Любопытный. Вот любопытный, а? Животный. Но он не для этих дел. То есть он вот, если у вас сухость, да? Или какое-то покраснение появилось. Вот для этих дел. И вот я вот прихожу и думаю. Либо от прыщей нанести. От прыщей начну сейчас сжечь. В общем, девочки. Сейчас я буду мазать. Вот на правом глазе, на правом глазе. Как мне так взять? Мазать. 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 Не видно. На правом глазе у меня здесь уже посветлело. Здесь, на самом деле, полосочка татуажа. Вот здесь вот потемнее. Вот. Вот если вы видите, вот оно темнеет. Это татуаж. Кстати, здесь очень больно делать. Поэтому вот здесь мы не сделали. Я отказалась до конца. Но она, в общем-то, и не советовала мастер татуажа. Она мне не посоветовала. Говорит, у тебя сужатся глаза. И вообще, говорит, не советовала бы вообще нижнюю трогать. Но я на тот момент очень хотела, чтобы меньше красятся. Вот у меня мешки под глазами жестко. И все-таки я ее уговорила. И, в общем, вот отсюда мы сделали ночную половину. Вот здесь уже бледнее вот эта полоска. Гораздо бледнее. Видно, нет? Вот это поярче будет. И сверху тоже татуаж. Был татуаж у меня бровей, но он очень быстро сошел. Не успела оглянуться. Дорогие, я на лицо что мазала, уже все смыла. Прибралась и пошла, сбегла в магазин. Ну, вообще быстро-быстро. Толком практически ничего не держала на лице. Потому что кушать как-то ничего по песке нет. Взяла тут какой-то грин пейс. Грин пейс, короче, консервированный. Он такой 30 рублей вот это. 400 грамм. Я взяла две штуки, еле доперла. Сколько раз горло тяжести носить не буду. Так, тут картошка. И вот огурцы. Я тут решила какой-то салат сделать. Вот, огурцы, большая, вторая банка. Тут картофель. Тоже варить его сейчас. Это колбасный магазин. Колбасный магазин я взяла колбасу. Там выбора практически не было. Пустые прилавки были. А на завтрак срочно надо. Колбаса вареная, мартаделла. Никогда не брали, не знаю. И тут у меня эти пирожки с вишней. Пирожки с вишней. Это колбаса я взяла. Так, вершина. Продолжение вот этого. Вот это вершина. Это хлеб. Это яйца тоже варить на салат. Сейчас себе на чай взяла. Кот лезет. На чай взяла себе, как он... В общем, здесь яйцо с чем-то. Так. Еще я привлась на сосиску в тесте. Куда она делась? Вот сосиска в тесте. Обожала сосиски в тесте. Вот. Равнита на чай. Сейчас в майонезе два. На салатке. Так, яйцо я говорила, да. И вареники делают сами. Вершина делает сама. Это я взяла с картофелем и с сыром. Вот. Вообще дороговато они делают. Вот. Здесь я что только не накидала? Лук. Здесь у меня сосиски. Крабы и палочки. Яблоко. Вот. Я тут химичу, короче, не знаю. Не знаешь уже. Не знаю уже. Не знаю, что делать, блин. Еще сейчас буду готовить. Но скоро он уже придет. Равнита картошка, яйца. Здесь я варю вареники. Кипит на дону. Уршат. Мне не нравится. Так. Поставила эти. Пирожки. Так. У нас что тут? Нарезала тоже. Фасоль, огурец. Урцы какие-то проблематичные. Гнилые, мягкие. Ну, в общем, вот так вот. Всегда. Так, Брюс. Лук подбалуется. Заливной. Это яйца с луком зеленым. Залитые тестом. Вот. Стоит режим выпечки. Так что, все интересные рецепты. Можно как-нибудь здесь снять, показать. Так. Размораживается. Так. Это. Это, это. Сейчас капусту. Нам надо солить капусту. Вот. Абсолютно. П Tusч Trying. Я придуieи. Продолжение следует...